Через три года не будет ни одного производителя литий-ионного батареи, в котором не будет нашего материала. Любой прогресс в этой сфере, он меняет жизнь вообще целиком. Вам не кажется странным, что вас до сих пор никто не скопировал? Чубайс был первым инвестором. Я его убеждал три года. Потом объявили программу приватизации, и мы по программе приватизации... А у вас уже была комната с деньгами. А у нас, да. Прекрасные дикие времена. Юра, ну, а кто будет директором? Только ты. А когда конкретно? Месяц? Дата? Я думаю, что это фантастическая история для российского рынка. То, что мы делаем, это начало нанотехнологий. Это и есть нанотехнология. Слушайте, я давно думаю, а почему вот вы вроде технологические предприниматели, а почему не вдали? Ну, в Австралии я, скорее, живу с семьей, а предпринимательством технологическим мы все-таки занимаемся по всему миру, а начали в Новосибирске. В долине невозможно делать то, что делаем мы. Почему? Ну, потому что долина – это очень специфическое место, направленное, строго говоря, на IT и софт. Надо сказать, что мы первый загранофис открыли, наполненный сотрудниками в Силиконовой долине, Пулальт. И он забыл у нас, наверное, пять лет, и мы поняли, что мы там абсолютно чужеродные. Это просто надо понимать, чем мы занимаемся. Мы занимаемся тем, что, наверное, корректно называть диптехом. То есть мы создали синтез принципиально нового материала, который человечество не умело производить. И теперь пытаемся ввести его в экономический оборот. Вот. В долине сидят программисты или офисы. В долине довольно много диптеха. Нет, никакого вообще. Ну, если не считать, конечно, какой-нибудь интел, то ничего там нет. Там только электрон, ну, фактически там только софт. Ну, посмотрите, какие компании сидят в долине. А что с вами-то произошло? Вот вы приехали, открыли офис. Ни с кем говорить. С вами никто не захотел говорить? Нет, почему? Мы говорили со многими. Ну, смысловых партнеров для разработки там нет. В принципе, их не существует там. Что касается инвесторов, мы поговорили с чудовищным количеством инвесторов в долине. Они просто не понимают, о чем мы говорим. То есть сама наша технология настолько находится за пределами их понимания, так далеко от того, что они привыкли инвестировать, что они просто не в состоянии это понять. Поэтому мы поняли, что это для нас на том этапе было бессмысленно. Сейчас мы уже поднялись значительно более, ну, что ли, понятную обычным людям сферу. Например, литий-ионовой батареи, да? А, так вы про это? Ну, тогда, конечно. Поэтому сейчас, например, у нас есть к нам интересы в долине. Окей, что такое технологический предприниматель? Ну, технологические предприниматели – это люди, которые создали человечество и человеческую цивилизацию. Если совсем коротко. Вы себя к ним относите? Да, отношу. Потому что, собственно, это только то, чем люди отличаются от того, как устроен социум у животных. Без технологического предпринимательства человечество не могло бы существовать. Ну, давайте так совсем одну фразу скажу. Видимо, современное человечество, как мы его представляем, оно произошло в результате неолитической революции. Приблизительно, там, 13 тысяч лет назад. Неолитическая революция – это обработка земли, строительство жилищ, керамика, одомашнивание животных, сельское хозяйство. Но любой из этих процессов достаточно сложный и содержит массу технологических открытий, достижений. Ну, в общем-то, те, кто это сделали, были первыми технологическими предпринимателями. Ну, в смысле предпринимать, от слова предпринимать, да. Я вообще считаю, что мировая экономика растет исключительно благодаря технологическому предпринимательству. Все остальное лишь передел. Вы еще говорили, что мир принадлежит тем, кто действует упорно. В интересах многих. Под это подпадают многие вещи, которые традиционно, наверное, в узком смысле слова, не являются предпринимательством. Ну, скажем, я считаю, что экспедиция Колумба была предпринимательством. Определенно. Да, ну вот. Он даже нашел инвестора. Абсолютно. Поэтому только такие действия являются предпринимательством. Люди совершают массу действий на протяжении своей жизни, часто хаотических в основном. Но если человек способен увидеть достаточно дальнюю цель и очень настойчиво к ней идти, достижение этой цели предполагает получение блага многими, иногда это не подразумевается, но так случается. То есть это предпринимательство. В интересах многих, но не всех. В интересах всех невозможно действовать. А чем можно пожертвовать? О, не знаю. Из-за того, какие у вас цели. Но поскольку существуют законы сохранения энергии, материи и всякие другие ограничения, то, конечно, если вы что-то делаете, вы не можете удовлетворить всех. Это очевидно. Условно, прививка. Давайте посмотрим. Конечно. Какую? Спутник. В Австралии нет файзера? В тот момент, когда я вылетал из Австралии, до моего возраста очередь не дошла. Если бы она была в тот момент, я бы сделал файзер. Модерну бы тоже сделал. Так вот, возвращаясь к тому, что я говорил. Если мы посмотрим на прививку как бизнес, я сейчас про бизнес, про предпринимательство, то, очевидно, она как бы де-факто оказалась в интересах многих, но не всех. Ну, например, не в интересах конкурентов. Или, например, не в интересах людей, которые считают, что прививки – это зло. Ваш проект тоже действует в интересах многих, но не всех? Наш проект действует в интересах предельного числа людей в сравнении с другими проектами, которые мне известны. Собственно, это и был заход на него. В чем его польза для общества? Ну, единственный способ развиваться – это перестраивать техносферу. То есть человечество существует только благодаря построенному специальному пространству на Земле. Все действия и все предприятия, которые ведут к значительному прогрессу, эволюции техносферы – это благо номер один для человечества. Независимо от того, кто вы, где живете, какого цвета кожи, политических или религиозных убеждений. Ну, сотовые телефоны, давайте возьмем. Они, очевидно, приносят благо всем. Очень большому количеству людей. В Бангладеш никогда не была построена телефонная связь, там сразу появилась сотовая. И банковских пределений тоже мало, поэтому сразу интернет-банкинг. Материалов мы их называем базовыми. В современном состоянии это повезет материалов, которых производят 100 тысяч тонн в год. Хотя бы. У таких материалов очень мало. Меньше 100 в мире. Из них состоит вообще все. Просто все. И любой прогресс в этой сфере, он меняет жизнь вообще целиком. То есть нет никакой области, отрасли, вида деятельности, продукта, который бы в результате не был глубочайшим образом преобразован из-за этой возможности. Потому что новый материал – это очень фундаментальная возможность. Ваш материал каким образом изменит мир? Не менее радикально. Ну, например. Ну, например. Например. Почему электромобили не заменили автомобили с двигателями внутреннего сгорания до сих пор? Проблема в том, что в бензобаке обычного автомобиля энергии больше, чем в батареи литий-ионной современного электромобиля приблизительно в 15. В 15. Не в 2. Не в 3. В 15. Поэтому электромобиль – это чрезвычайно энергодефицитное устройство. И отсюда вообще все проблемы. Стоимость. Это очень дорого. Батарея стоит 70 или 80 процентов электромобиля. И производство их поэтому убыточно. Скорость зарядки. Нормальная литий-ионная батарея должна заряжаться 8 часов. Возможно пробег для каких-то функций. Поэтому как только литий-ионная батарея изменит свои свойства настолько, что все эти ограничения исчезнут, автомобили с ДВС исчезнут мгновенно. Ну просто в течение там 5 лет они просто станут чем-то очень архаичным. Вроде паровозов или конных повозок. Так вот, новость в том, что все литий-ионные батареи устроены одинаково. У них нет разных устройств. И свойства батареи проявляются материалами, из которых они состоят. Так вот, не углубляясь в подробности, наш материал позволяет батареям иметь свойства достаточные для того, чтобы современные электромобили были экономически целесообразны. Даже с такими батареями электромобиль останется очень энерго-дефицитным устройством. Поэтому надо менять его вес. Нужно изменить вес приблизительно в два раза. То есть сегодня стандартный автомобиль, весь порядка двух тонн, ну может полутора тысяча восемьсот килограмм, что-то такое, порядок две тонны. Нет никакой причины с точки зрения функционала, почему он не может весить тонн. Безопасность? Безопасность можно обеспечить. Безопасность это скорость прежде всего. Поэтому нет, не безопасность. Но для того, чтобы автомобиль стал легче в два раза, его геометрический размер изменить нельзя. Потому что его геометрические размеры, это эргономика, она связана с тем, какой человек, какая у него семья. Рост человека, у него двое детей, у него есть теща, у него есть чемодан, собака. Поэтому вы не можете изменить размер машины. Вам нужно изменить плотность материалов. Значит, вам нужно металлы заменить полимерами. Но у полимеров недостаточно прочности. А с нашим материалом достаточно. Это просто два примера. Это не конец истории. Вы проводили испытания вот такие? Где-то можно почитать результат этих исследований? Через три года на планете не будет ни одного электромобиля, в батарейке которого не будет нашего материала. Мы находимся в финальной стадии перед промышленным производством. Вы на вопрос-то ответите? Да, я отвечаю вам на вопрос. Исследования-то где почитать? Исследования можно почитать на нашем сайте. Они там изложены достаточно популярно. Кому вы продаете ваш прекрасный материал? Компаниям, которые делают реальные вещи. Материал. Ну, то есть, hard. Все, что связано с материалами и устройствами. Вы можете назвать хотя бы одну? Нет, не могу. Удобно. К сожалению, вся наша деятельность покрыта идеей. Почему? Потому что мы являемся... Знаете, говорят, есть такие два типа компаний. B2B и B2C. Бизнес-то-бизнес, а бизнес-то-кастом. Так вот, у нас компания IT2T. Мы Technology for Technology. И на сегодняшний момент это настолько чувствительная тема, что ни одна компания в мире, которая делает свою новую технологию, никогда не говорит, что и как она делает. Так вот, мы находимся в девелопменте приблизительно с пятью тысячами компаний в мире. И это вообще все названия, которые вы знаете в области компаний технологических, которые хоть что-то производят физически. Не софт, физически. Что значит в девелопменте? Это значит, мы на протяжении нескольких лет, в сотне, в десятки итераций, участвуем в разработке их технологий, их продуктов. То есть это пока еще разработка технологий. Продукты разработаны, известные даты их постановки на производство. Назовите хотя бы одну. За прошлый год, за прошлый год в промышленном производстве было сделано 82 вида продуктов с нашим материалом. Ну, давайте я вам скажу, что... Нет, есть некоторые публичные вещи. Скажем, компания Лишень, это, по-моему, компания номер 4 в Китае по литий-ионным батареям, произвела батарейки с нашим материалом, а поставила в GSC Motors в 19-м году. Это публичная информация, они об этом говорят. Поскольку я не могу вообще никак конкретизировать, я скажу, что через три года не будет ни одного производителя литий-ионовых батарей, которые ставят батарейки для автотранспорта, в котором не будет нашего материала. Поэтому хочу обратить внимание, что цикл разработки 5 лет. А с Tesla вы общаетесь? Мы общаемся с их группами, с несколькими группами по разработке перспективных технологий. У вас же есть производство уже, да? Производство у нас есть. И вы там выпускаете 80 тонн в год? Это его мощность. Мы физически, наверное, выпустим в этом году поменьше. Тонн 55-60, но да. И это 100% мирового производства. 100%? 100% мирового производства. Мне все банкиры говорят, что я этого не говорил, инвестбанкиры. Но это правда, это 100% мирового производства. То есть вы единственные производители? Единственные на планете. И существуете с 2018 года? Нет. Проект существует с 2010 года. Вам не кажется странным, что вас до сих пор никто не скопировал? Нет, не кажется. Все хорошие идеи мгновенно копируются. Да. В области Фейсбука и Мессенджера, да. Потому что там технологии те же, а продукты другие. То есть у вас технология другая. Вы знаете, атомную бомбу медленно копируют. Фактически ее ни разу не скопировали, я вам больше скажу. Потому что Советский Союз украл, потом поделился со своими союзниками, США поделился со своими. Атомную бомбу ни разу не скопировали. Прошло почти 100 лет. Некоторые компании все-таки производили испытания таких же трубок, но результаты их не удовлетворили. Нет, нет, не в этом проблема. Такой проблемы не существует. Были компании, они есть до сих пор, которые одинаковый метод синтеза, принципиально отличающийся от нашего. Проблема в том, что наш метод синтеза масштабируемый, а их нет. Что такое масштабируемый? Это значит, что при увеличении размера производства падает себестоимость. Вот это важно в параметрах. И мы производим материал приблизительно в 100 раз дешевле, чем они. Сколько сейчас стоит тонн? Может быть в 200. Тонн, а сколько сейчас стоит? Мы продаем материал по 1500 долларов килограмм. 5000 долларов килограмм, это получается... Восемь тонн это порядка. Полтора миллиона. Нет, восемь тонн это порядка 150 миллионов долларов. Ну, полтора миллиона за тонну. Да, полтора миллиона за тонну. Но вы говорили в прошлом году, по-моему, что выручка у вас 15 миллионов долларов. Так сколько тонн вы продаете? В прошлом году мы продали 12 тонн. 12 тонн? Понимаете, в чем суть ситуации? Это вообще такая проблема в диптехе, если вы занимаетесь материалами. Вы начинаете с маленького объема производства, естественно. Естественно, с высокой цены. Вы предлагаете мировым компаниям что-то попробовать. Они пробуют, у них в лаборатории получается. Но следом сначала объем должен расти в 100 раз, а потом еще раз в 100 раз. И если вы маленький стартап, который не позаботился о масштабировании заранее, то это два непреодолимых барьера. То есть, например, когда мы начали синтез нанотрубок, в мире существовало 40 тысяч патентов на их применение. 40 тысяч патентов. То есть это не уникальная технология совершенно? Чего? Использование или синтеза? Я же про синтез говорю. То есть надо понимать, что нанотрубки – это природные объекты. Это не наше изобретение. Это как алмаз. Вот есть абсолютный какой-то алмаз. Абсолютные чистоты без дефектов. Вот нанотрубки – это природные объекты. Их нет разных. Проблема в том, что мы научились их синтезировать с очень высокой частотой в 100 раз дешевле, чем остальные. И с ростом масштаба нашего производства себестоимость падает. В этом суть открытия технологий. Как объекты, они известны. Они стоили миллион долларов в килограмм. А где в природе они встречаются? Везде абсолютно. Для того, чтобы синтезировались нанотрубки, нужно несколько условий. Первое – нужна очень маленькая частица металла. Например, железо. Очень маленькая. Два нанометра. Нанометр – это миллионная часть миллиметра. Второе – нужен какой-то источник органического соединения. Ну, углеводород. Любой. Любой биологический материя, фактически. Или природный газ подойдет. И достаточно высокая температура, выше тысячи градусов. Ну, например, когда вы берете кусок мяса, а в мясе есть гемоглобин. Гемоглобин – это железо, и кладете его на крыль, у вас достоверно образуется некоторое количество одностенных нанотрубок в вашем шашлыке. Когда горят лесные пожары, образуются нанотрубки. Когда работают двигатели автомобилей внутреннего сгорания, поскольку есть металлы внутри бензина, синтезируются наночастицы, на них синтезируются нанотрубки. И это факт. То есть есть научные исследования, которые показали, что в Парижской были одностенные нанотрубки. Одностенные нанотрубки нашли в китайской туши древней, в дамасской стали. То есть они есть повсюду, но их очень мало. Их никто не умел синтезировать дешево и чистый материал. В этом суть достижения. Если они есть повсюду, какой смысл их куда-то добавлять? Они и так там есть. Давайте я вам объясню. Посмотрите, мы с вами сидим сейчас в комнате, и наверняка здесь есть наночастицы, ну скажем, золото. Ну вот если взять химический анализ пыли с пола, то там наночастицы... Абсолютно точно здесь есть. Ну если золото есть везде, для чего его производить? Ну это такой же приблизительный вопрос, который мне задали. То есть они есть везде в микроскопических количествах, как природный феномен. Но выпускать их в чистом виде, как материал, никто никогда не умел. Вернее, никто не умел это делать в объемах и по ценам, в которых это можно применять в промышленности. Вот этот момент, да? То есть это просто негкий металл, просто очень тонкий? Это нет. Или что это? А, вам нужно сказать. Хорошо, я вам расскажу. Нет, это абсолютно удивительный объект. Нанотрубка – это материал, состоящий 100% из углерода. Это углерод. Это углерод. Вот существует такой материал, который называется графен, за который дали Нобелевскую премию в 2010 году Гейму и Новоселову. Графен – это одноатомный лист, состоящий только из атомов углерода. У него прочность в 150 раз выше, чем у стали. Он теплопроводнее и электропроводнее медиа, и теплопроводнее алмаза. Это предел физических свойств с точки зрения научного знания сегодня. Если вы возьмете графен и мысленно свернете в очень маленькую трубочку, маленькую – это диаметром полтора нанометра. Вот это и есть материал, который мы делаем. Это очень тонкие, очень длинные, бесконечно прочные электропроводные трубки, соединенные в макроматериал, похожий на черную паутину, которая в три раза тяжелее воздуха. Вот это мы синтезируем. И вот это можно специальными методами диспергировать, то есть разделить эти пучки на тонкие волокна и добавить материал. Например, в электроды литий-ионовых батарей. И они будут дольше циклироваться, как вариант. Или вы можете сделать такую конструкцию, чтобы увеличилась энергоемкость. Или вы можете их гораздо быстрее заряжать и быстрее разряжать. Это просто в качестве примера. А если вы ведете, например, в полимер, скажем, полипропилен какой-нибудь, самый обыкновенный, но прочность может возрастить, например, в семь раз. При том, что количество их там будет меньше одного процента. Это тысячная массовая доля. Тысячные. То есть не 50%, не половина, тысячная массовая доля. В принципе, это первый реальный наноматериал, промышленно-производимый в мире. И суть его использования это и есть нанотехнологии. Я вам больше скажу, что слово нанотехнологии, если бы не были открыты нанотрубки, просто бы не существовало. Собственно, слово нанотехнологии обязанность своим существованием открытия нанотрубок в 91-м году. Поэтому то, что мы делаем, это начало нанотехнологии. Это и есть нанотехнологии. Вот мы и есть единственная нанотехнологическая компания в мире. Для вас Роснано создали? Да, точно. Рассказывайте, как вы познакомились с Чубайсом? Роснано создали для нас. С Чубайсом я познакомился так. Мы уже три года как продали наши предыдущие бизнесы и решили позаниматься чем-нибудь более интересным и современным. И поскольку я родом из Новосибирского академгородка и там учился в университете, и отец у меня академик, ныне здравствующему, 93 года. А еще у вас есть брат? У меня еще есть брат, да. Который с кем работает? Советником губернатора Уса? Нет, никогда, боже мой. Это общественная должность. Он руководитель девелоперской компании. Лучший в Красноярске. Никого отношения к политике он не имеет. Вы же не совладелец в этой кодеме. Да, я в ней совладелец. Ну, раз мы туда залезли уже так глубоко, давайте расскажите про это дело. Вам не надо рассказать кому-то с Чубайсом? Чубайс, придем постепенно. Вам про девелопмент рассказать? Расскажите про этот бизнес, да. Много вам приносит? Вы им занимаетесь, или им занимается ваш брат? Нет, я им не занимаюсь, им занимается мой брат. Когда мы продали машиностроение в 2004 году и банковские активы, это были акции Укуссо-банка в 2006 году, до этого момента у нас было 35 тысяч работающих. Но после того, как мы продали все это, работающих оказалось меньше 100 человек. Но появились деньги. Ваш состояние, журнал «Финанс» в тот момент оценил в 160 миллионов долларов. Ну, порядки такие. Порядки такие, да. Но я же не один был. У меня же еще были партнеры. Поэтому сейчас сумма была больше. И мы разделили инвестиции на консервативные и неконсервативные. Неконсервативные – это то, что мы делали в Академгородке. А консервативные – это, прежде всего, девелопмент. Я к тому моменту уже бывал в Австралии и понял, что надо заниматься девелопментом, а не строительством. Мы занимаемся девелопментом. У нас нет ни одного строителя. То есть строители – это наши подрядчики. И то, что мы делаем, идея девелопмента состоит в том, что вы покупаете желательно большой земельный участок и принципиально меняете его стоимость, создавая на нем объекты недвижимости. И то, что мы делаем в Красноярске, мы строим целые районы. Мы построили уникальный район в Красноярске. Я ужасно этим горжусь. Сейчас это прекрасная компания. Она существует уже почти 15 лет или 15 лет. Мы строим 100-150 кратных метров в год. Продаем несколько тысяч годов. Это вам позволяет, собственно, как-то жить, ну, как-то жить и инвестировать в... Нет, мы не инвестируем эти деньги в наши проекты, связанные с новотрубками. Мы пользуемся деньгами инвесторов. Это, кстати, принципиальная позиция. Я понял, сколько, наверное, когда мы начали. Неважно, сколько у вас денег, потому что, когда вы инвестируете сами себя, вы не можете включить рефлексию. Вам кажется, что все, что вы делаете, хорошо. Но вы же стараетесь за всех сил. Много работаете. Вы же сами себя не обманете. Вот именно, что вы сами себя обманываете. Вы всегда себя обманываете. На чем банкиром? Человек всегда себя обманывает. Он очень старается. Он тяжело работает. У него что-то получается. Поэтому это хорошо. Но когда вы идете к внешнему инвестору, и этот внешний инвестор опытный бизнесмен, он говорит, нет, это плохо. И поэтому, когда вы берете деньги у инвесторов, вы приходите, он говорит, нет, денег не дам, почему у тебя все плохо. Это, 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 это. Ты сможешь действительно плохо же. Начинаешь что-то менять. Приходишь еще раз, и говорит, лучше. Но недостаточно. И потом, когда вам дают деньги, ну, серьезные деньги, 10 миллионов долларов, 50 миллионов долларов, вы их берете, и вы понимаете, что да, но вы же взяли обязательства перед людьми, вы же взяли эти деньги, и вы обещали что-то на них сделать, и вы их делаете, идете опять к следующему инвестору. Поэтому вот этот процесс роста технологических компаний и взаимодействия с инвестором абсолютно сущностный. Это не потому, что денег нет. Сколько бы у вас денег не было, вы можете спалить любую сумму. То есть неверными действиями нет предела человеческой глупости. Спалить можно и 10 миллиардов долларов. Легко и масса примеров в истории. Поэтому технологический бизнес развивается, убеждая инвесторов и поднимаясь ступень за ступенью. А следом за инвесторами вы начинаете убеждать, в нашем случае, например, клиентов, да, то есть людей для разработки технологий. Вы их начинаете убеждать. И они опять говорят, плохо. И вот эти две итерации работы с технологическими компаниями, которые создают технологии, и с инвесторами, которые вкладывают деньги, это, собственно, и есть сущностный процесс, на который нанизано развитие технологической компании. Чубайс был первым инвестором. Я его убеждал три года. Мы познакомились в мае 2009-го, когда он приехал впервые в рамки руководителя Роснана в Новосибирск. Мы просто там были в этот момент. Потом приехал в Академгородок, и мы там были на всех этих встречах. Мы познакомились. А вы там уже какими-то опытами занимались? Мы уже года три там упражнялись. Сеяли компании, искали идеи. Так. И так получилось. Вот вы говорите, что Роснана, мы как-то синхронно... Роснана... Чубайс появился в 2009-м году, в мае. По крайней мере, я его видел в 2009-м, впервые в мае, как у этого для Роснана. С Михаилом Притеченским, это автор технологии, я познакомился в июле 2009-го года, позже, чем Чубайс. И прямо в этот момент у нас возникла идея, мы стали ее развивать. Поэтому это все одновременный процесс. Чубайс был одним из первых людей, кому я пришел с этой идеей. И что он вам сказал? Первый раз. Он сказал, очень интересно, делайте. Приходите, когда будете готовы. Мы пришли через 6 месяцев, потом через 12, потом через 18. Через 36 месяцев мы получили инвестицию в 20 миллионов долларов. И еще 40 в виде бандома. И еще 40 в виде займа, который мы сейчас погасили, заплатив 65 миллионов. Проценты оказались немаленькими за эти годы. Давайте еще там немножко раз уж мы углубились в прошлое. Что же было за история с Золотой долиной? Это прекрасная история. Я закончил университет. Жил в Красноярске. У меня был одноклассник и очень близкий друг. Его звали, зовут Юрий Вахминцев. Его отец был директором Красноярского винцзавода. Но Красноярск находится в Сибири. И все винцзаводы в таких городах это так называемые вторичные заводы. Что это значит? Это значит, что в Советском Союзе привозили цистерны с виноматериалом. Ну, с вином, по сути. Нестандартизированным. Которые на этих заводах там докрепляли, разбавляли. Сахар, крепость, спирт. Я не знаю, что цвет. И разливали в бутылки. Но это выгодно. Нет, почему-то нормальное. И коньяки производили. Всякие армянские, юрзинские, винные, огдамы, портвейны. Это сейчас смешно. Это сейчас смешно, да. Тогда это была жизнь. Это и было основное вино в СССР. А потом Советский Союз распался. И оказался, сказал, что на территории России почти нет винопроизводства. Есть куча заводов, которым нечего производить. Потому что все поставщики оказались за границей. Возникли. Тут же ввели таможенные пошлины на вуз, вины материала. И все заводы попали фактически в банкротство. Но у завода была технология производства настоек. Помните, были такие перцовки, например, когда привозили перец. В общем, были технологии по настойкам. Это технологии, это серьезное производство достаточно. Но материалы для этих настоек тоже были экзотические, как правило, из южных республик. Ты пришел ко мне мой друг, сказал, слушай, отец ищет возможность делать из чего-то местного. У тебя же папа-ботаник. Вот что не придумаешь? Я придумал. Я нашел человека, который занимался рецептурами. И даже производил в Советском Союзе очень известный. Был такой сибирский бальсам. Я нашел автора его. Он, кстати, работал у ботса-думываться. По счастливому сечению обстоятельств и звали его Кеннадий Николаевич Пушкарев. Я провез этого человека в Красноярск. Пришел на него и сказал, а давайте мы попробуем делать настойки из алтайских трав. Мы создаем новую рецептуру. Он сказал, давайте попробуем. И мы начали пробовать. И приблизительно через год мы загрузили завод полностью. Он стал работать на нашем сырье. В общем, история про Золотую долину на самом деле это была первая история про предпринимательство и даже техно-предпринимательство для нас. Потому что мы создали рецептуры, мы создали новые продукты, которых не производили. Мы запустили производство на заводе, которое было обречено на банкротство. Да, это было государственное предприятие. Это было до плана приватизации. Это была очень древняя история. Это был 91-й год. Вы заработали что-то на этом же, я надеюсь. Несколько миллионов долларов. То есть это были те прекрасные времена, когда предприятие предложало государству, а прибыль могли получать и управляющие эти предприятия. Нет, смотрите, нет. Вам было все абсолютно честно. Предприятие перерабатывало, мы платили за переработку и получали готовые продукты и сами их продавали. У нас был совершенно договор, мы торговались о ценах и так далее. То есть там ничего не было. Но это было чудесное время, когда не существовала налоговая инспекция. Просто не существовало. Я помню, как она появилась. Это было постток, мы занялись бизнесом. Отчетность мы делали, я помню, мой друг жил в маленькой квартире, у него была гладильная доска, мы на ней делали отчет, это была ровно одна страница. Вот это то, что нас спросили, куда там сдавать. В район, что ли, я уж не помню, куда мы это сдавали. Налоговая не существовала. Оборот был очень большой по тем временам. Мы производили миллион бутылок в месяц. В месяц миллион бутылок. Это повезет на миллион долларов. То есть на доллар стоила бутылка. И тогда и сейчас такой дешевый алкоголь. Поэтому у нас был оборот больше 10 миллионов долларов в год. Мы зарабатывали миллион долларов. Наличными. Потому что мы продавали это в коммерческих лайках. И вся выручка была кэшем. Просто бумажными деньгами. Деньги валялись на земле. Да, это были мешки. Пересчет упаковка этих денег. Это были комнаты с деньгами. Потом объявили программу приватизации. И мы по программе приватизации. У вас уже была комната с деньгами. Да, и мы купили сначала этот завод, а потом еще несколько. И комбайн завод пока. Комбайновый завод пришел чуть позже. Но в принципе история про комбайновый завод. Если вы хотите, я могу сказать. У меня появился новый партнер. Его зовут Вадим Кириллов. И он после университета, он закончил эконом-фак Красноярского университета, пришел работать первый в Красноярский коммерческий банк. Все банки были государственные. Один был коммерческий. Он был крошечный банчок. Назывался Стромковбанк. Не им организованный. Потому что руководил этим банком старшекурсник, на несколько лет его старше. С эконом-факом они были знакомы. Но этот банк проводил какие-то операции, которые не нравились тогда ЦБ. И представителя правления ЦБ уволил. Сказал, вот мы запрещаем им быть представителем правления. И мой друг, я не помню, даже в каком возрасте, в 23 года, стал представителем правления вот этого банка. Обслуживать можно было только коммерсантов. Потому что большие предприятия имели счета в большие государственные банки. Поэтому он создал инкансаторскую службу. У них было 450 человек, которые им кассировало вот все эти магазины. Выручку из ларьков. Из ларьков, да. Магазинов не было. Все магазины еще были не приватизированы. Это было очень раннее время, 92-й год. Было огромное деньгохранилище, забитое деньгами. Но потом наступил любопытнейший момент. Я не знаю, помните вы его или нет. Он был в начале 90-х, какой-то год, 93-й или 94-й, когда у госпредприятий были, и вообще у предприятий, уже проходящих приватизацию, были деньги на счетах, но в стране не было наличных денег. Был такое. И у госбанков не было наличных денег. И тогда этот банк стал открывать отделение на заводах, чтобы выдавать зарплату. Потому что наличные были из лайков. Вот откуда взялся и обнал? В итоге потом. Это не обнал, это абсолютно честная операция. Вы берете наличные. А обналичивание это тоже, кстати. Люди несут лайки, вы забираете деньги, перевозите в банк, а потом через кассу отдаете людям зарплату. Банк выдавал зарплату 50 тысячам людей в Красноярске. Потом оказалось, что этим людям нужны кредиты, они стали закладывать акции, полученные по приватизации. И в результате у нас сформировались акции десятков крупнейших промышленных предприятий Красноярска. И банки. Банки. Просто почти все, у всех были. Было 10, 20, 30 процентов. Разные пакеты. А Красноярский завод комбайнов, которым руководил царство его небесное Лев Николаевич Логинов, он был другом Бориса Николаевича Ельцин. Этот человек, Лев Николаевич Логинов, взял большой кредит у этого банка, Стромкубанка, для комбайнового завода. И заложил контрольный пакет акций. Деньги завод истратил, комбайны не произвел и не продал. Просто проели и все. Банкротное предприятие. Когда банк сказал, кредит верните, он сказал, так у вас же акции есть. Забирайте. И так мы стали владельцами завода. Были дикие, прекрасные, дикие времена. Были абсолютно дикие, прекрасные времена. И что вы с ним с этим делали? Ну, мой друг Вадим сказал мне, Юра, ну, кто будет директором? Только ты. Потому что размер кредита был таким, что если бы завод обанкротился и кредит не вернул, это бы означало, что и банк бы обанкротился. Там была огромная сумма для нас. По-моему, в тот момент по курсу это было 8 миллионов долларов. Это, по-моему, был весь собственный капитал банка в этот момент. Просто весь капитал. На заводе работало 5,5 тысяч человек. Завод 3 года ничего не делал. У него были задолженности по 2 года за электричество, все виды налогов, пенсионный фонд. Мне было 33 или 32. Средний возраст сотрудников был 55. Я первый день прихожу на завод, захожу в кабинет директора, свой кабинет. Сажусь за стол, у меня заявление от налоговой инспекции на имя предыдущего директора о банкротстве. Первое обучение. Вот так начался эпопея с машиностроением. Но в итоге вы его, в общем, через 7 лет мы создали холтинг, поглотили 8 заводов. И выгодно продали генералам. За общую сумму выше 100 миллионов долларов. Но мы создали, это тоже история про технопредпринимательство, потому что мы впервые за 15 лет создали новую модель комбайна. До этого новых моделей выпускались, которые были сделаны в СССР. Мы поменяли технологии его производства. И именно так сегодня выпускается всех комбайнов в России. Давайте вернемся к новой вашей технологии, которую вы сейчас создаете. Да, создали. Создали. Да. И пытаетесь коммерциализировать. Да. Вы сказали, что ваша выручка 15 миллионов долларов. Продали вы 12 тонн в общем трубок. Да. При этом вы производите 80. Да. Произвели 55. Куда вы деваете остальное? Кладем на склад. Сколько сейчас на складе у вас этих наборок? Больше 50 тонн. Боже мой. Это определенно 75 миллионов долларов. Опять у вас мешки с долларами где-то лежат. Давайте я вам объясню логику. Возьмем какую-нибудь абстрактную компанию. Не хочу называть название. Очень большая компания, производящая батарейки. Скажем, топ-3 в мире. Она начинает цикл разработки нового литий-ионного аккумулятора. Цикл длится пять лет. Первые три года будут лабораторные или два года лабораторные тесты. Лабораторные тесты потребуют в год 10 килограммов нашего материала. Поэтому два года мы будем продавать по 10 килограммов в год. Перейдя на промышленные тесты, это потребует 100 килограммов материала. но в момент постановки батарейки на конвейер для автомобильной компании, это потребует 25 тонн материалов в год. Поэтому вы, если у вас нет способа производить 25 тонн, вам бессмысленно начинать тестирование за пять лет, до этого имеет 10 килограммов. Это невозможно. Это материал должен быть точно таким же. То есть, компания, производящая литий-ионовые батареи, не начнет тест с другого реактора. То есть, вы не можете иметь какой-то маленький реактор в лаборатории, а потом построить большой. Если вы построите потом большой, тесты начнутся заново, потому что они будут думать, что материал изменился. Поэтому вам нужен большой реактор, большая мощность. Вы с него тестируете пять лет, чтобы через пять лет начать продавать. Вы просто не можете остановить его. Если мы этого не сделаем, мы никогда не попадем в промышленность. Если мы не сделаем промышленный масштаб, мы никогда не создадим промышленный продукт. Я вам сказал про одну компанию, а вот литий-ионовых батарейках таких компаний 10. Это 98% мирового рынка. И все они этот путь прошли. Поэтому во время разработки этим 10 компаниям нужно 100 килограммов в год, на лабораторию и одну тонну в год. А при промышленном запуске 250 тонн в год. И поскольку мы находимся внутри этих разработок, мы общаемся еженедельно сотни раз. Мы знаем все их планы. Я не могу не говорить, но я их знаю. Я документально их знаю. Когда будет запуск, какого порту, и для какой автомобильной компании. Так вот, все эти планы говорят о том, что если мы не будем производить на полную мощность продукты и складывать на склад, то потребность 23-го года никак нельзя закрыть. Потому что она выше наших мощностей. А для того, чтобы закрыть потребность 24-го года, нам нужно построить еще столько же мощностей, иначе это будет невозможно. Вы уверены, что это произойдет? Если это не произойдет, это будет означать, что все планы мировых компаний по производству электромобилей отменены. То есть, если все... Я не знаю. Может быть, такое может быть теоретически. Такое теоретически может быть. Это другой материал или вот используют другое топливо? Нет, это невозможно. Цикл рецептуры в литий-ионовых батарейках фиксируются до момента производства за три года. Они уже зафиксированы. Чтобы новый материал нужно еще пять лет. То есть, это не делается вот так. Поэтому я уверен с точностью до того, что мировые автомобильные компании хотя бы на 30% выполняют свои планы по производству электромобилей. Если они хотя бы на 30% в сумме их выполнят, мы в дамках. Объем рынка какой сейчас? Такой, как мы продаем. Мы 100% рынка занимаем. Я встречала другие оценки. Одна оценка 30-50 миллионов долларов объем рынка. И другая оценка о трансперенции маркетер сейчас 130 миллионов долларов. Я понимаю. Это потенциал рынка. Цифры, о которых вы говорите, это потенциал рынка. Потенциал рынка очень большой. Скажем, если для миллиона автомобилей надо 100-тонного трубка. Для 10 миллионов электромобилей надо 1000 тонн. Консенсус, прогноз выпуска электромобилей в 2025-2026 году 10 миллионов между всеми агентствами. И это соответствует заявлениям автоконцернов. Если вы суммируете их заявление, получится 15 миллионов. Правильно, я понимаю всего этого вашего длинного рассуждения, что в 2023 году начнутся первые поставки аккумуляторов с вашими трубками промышленные. Первые масштабные поставки, правильно сказать. То есть в производстве. В производстве. Немасштабные начались в 19-м в Китае. Я вам назвал название компании JC Motors. Но если мы говорим про самые известные бренды в мире электромобилей, в 2023 году. Вы тогда же планируете на прибыль выйти? Я думаю, что мы постараемся выйти на прибыль на следующий год. Но в 2023 году да, он отложил по тебе на выше 100 миллионов. Вот такие компании. Вы просто сказали, что вы единственный производитель. Я ищу список производителей нанотробок у меня здесь есть, чтобы вам его зачитать. Сочетайте, пожалуйста. Medja Nano Carbon, Xeon Nano Technology и британская Thomas One & Company. Они не производят нанотрубки или они производят какие-то другие нанотрубки? Они производят ничтожное количество трубок по таким ценам, в таких объемах, которые невозможно использовать. Самая серьезная из этих компаний это Xeon. Она утверждает, что у нее, она утверждает, что у нее есть мощности 2 тонны производства. Она не публикует данных об объемах производства, поэтому их установить невозможно. Но этих трубок на рынке не существует. У нас есть свой офис в Японии, и мы многократно пытались купить этот материал. После огромного количества попыток через одну стороннюю японскую компанию нам удалось купить маленький образец, то есть этого материала не существует. Американское подразделение этой компании подходило к нам на выставки и просило нас о сотрудничестве для разработки продуктов, для шип. мы сказали, вы же Зион, ваше собственное производство, я себе не сказал, у нас нет собственного производства. Причина этого понятна, потому что их технология, мы знаем эту технологию, она называется суперрост. У нее себестоимость килограмма где-то 5-7 тысяч долларов килограмм, себестоимость производства. И она не масштабируется. То есть, если вы сделаете реактор даже в 10 раз больше, вы скорее всего получите материал не дешевле, а дороже. По таким ценам и в таких объемах этот материал никому не нужен. Поэтому с ним никто не проводит тесты. Это некий тупиковый вариант. Я думаю, что компания закроет это производство и ликвидирует эти мощности в достаточно близкой перспективе. Может быть, уже это сделал. Почему никого не пускайте на свое производство? Потому что суть нашей стоимости это наша технология. И чем больше мы ее будем сохранять в секрете, тем дольше мы будем сохранять свое лидерство и исключительное положение на рынке. Где вообще ваш завод находится? В Новосибирском Академгородке в технопарке. Прямо там реактор. Два их реактора. Там два реактора. Мы вводим туда инвесторов и партнеров после подписания юридического соглашения о неразглашении данных. Хотите, подпишите НДА, я вас лично туда свожу. Потому что существует порядок охраны интеллектуальной собственности в компании утвержденной. он предполагает, что ни один человек не подписавший... У меня подписаны идеи. И у всех сотрудников компании. То есть вы не можете давать интервью? Нет, я могу давать интервью, но я могу говорить только то, что я говорю, и чего я не могу. Я не говорю. Например, я не называю название компании, которое я не могу называть. Я вам намекаю, я говорю, например, все крупнейшие в мире производители литий-ионных батарей. Несложно открыть. Но это ваши домыслы будут. Но все, я вам говорю. Все известные бренды электромобилей. какие вы все можете представить. Но конкретно я называть не имею права. Кстати, это одна из причин, почему мы хотим стать публичной компанией. Выродить стать публичной компанией? Мы хотим стать через SPAC? Через SPAC. Почему мы хотим стать... Одна из причин, почему мы хотим стать публичной компанией, потому что по требованию регулятора публичные компании обязаны раскрывать важнейшие события, имеющие экономические последствия для инвесторов. И поэтому это позволит нам раскрывать некоторую информацию без юридических последствий, потому что по требованию регулятора мы обязаны ее раскрывать. Это позволит нам, например, называть... Мы хотим, чтобы вас заставили раскрыть. Да, мы хотим, чтобы нам дали юридическую возможность говорить о том, с кем мы работаем. Когда вы планируете это? В этом году. В этом году вы хотите? В этом году. Да год уже закончился. Уже почти все сделали. А когда конкретно? Месяц? Дата? Оценка? Я думаю, что мы подпишем... То есть какая процедура спака? Процедура спака такая. Вы общаетесь с огромным количеством спаков, и они общаются с огромным количеством компаний. Потом вы когда спак и компания говорят, что да, наверное, мы кандидаты для слияния, там же слияние происходит. Дух компаний. То обсуждается документ, который называется LOI, Letter of Intent. Этот документ содержит оценку компании для слияния, ну там, размеры инвестиций, какие-то важные вопросы, связанные с управлением, после. И вы можете это обсуждать с любым количеством спаков. Но при подписании LOI вы подписываетесь только одно, потому что оно эксклюзивное. Оно предполагает после этого 45 дней на обсуждание соглашения о слиянии. Вот такое LOI, я думаю, мы подпишем до конца сентября. Мы сейчас говорим с девятью спаками на очень глубокой, продвинутой стадии. Какую оценку вы хотите получить? Не менее трех миллиардов долларов. Скромно. Скромность, да. Вы уже, по-моему, два получили по последнему раунду. Я бы сказал, мы получили сказать, два и три. Честная наша оценка. Там есть, конечно, детали, как считать. В общем, два и три мы считаем. Честная оценка наша по цене Дайкина. Дело в том, что если вы меня спросили год назад, я бы назвал другую оценку. Дело в том, что оценка – это не только качество компаний и технологий, это еще состояние рынка. Рынок спаков сейчас под гигантским давлением. Там очень много нехороших историй. Надо быстрее. Компании пикируются. Поэтому я думаю, что оценка в районе трех миллиардов – это реалистичная оценка. Постоянно сейчас. Но я должен сказать важную вещь. Мы не будем это делать любой ценой. Спак не является целью. Спак является инструментом для развития. Для нас. Это кашин или кашаут? Это сделка, конечно, кашин. И мы планируем получить полмиллиарда наличности долларов в США, естественно. То есть полмиллиарда, от трех миллиардов вы собираетесь продать? 15% что-нибудь такое. Что-нибудь порядка 15%. Главное, для чего нам нужны деньги? Нам нужно начинать строить большой завод, иначе 2024 год нам не обеспечить с наших существующих мощностей. А Дайкин сколько у вас купил? 5%? Нет, нет. Дайкин взял совсем небольшую сумму. Я назову цифру. Это 4 миллиона долларов, потому что это предельный чек их венчурного фонда. Это венчур фонд. И по этим 4 миллиона долларов вы оценены в 2,3 миллиарда. У нас сейчас идет правит плейсмент, в рамках которого мы объявили Дайкина. И там есть значительно более. Там больше, да? А какая там общая доля? За 2 правит плейсмента, которые мы начали с мая и закончили в сентябре, я думаю, мы привлечем 200 миллионов долларов. А доля-то какая? Ну, от 2 миллиардов условно. 10%. Первый чуть дешевле, второй чуть дороже. Здесь процент. Но это уже как-то ощутимо. Да. Скажите, вот этот правит плейсмент как-то связан с требованием Роснана погасить их долг и выкупить? Мне кажется, Роснана после ухода Анатолия Борисовича заняла немножко жесткую позицию по отношению к вам. Нет. Так, по ощущениям. Нет, абсолютно неправда. С новым руководителем Роснана Сергеем Александровичем Куликовым у меня самые конструктивные и деловые отношения. Он, наоборот, с гигантским вниманием относится к нашему проекту и всячески нам способствует. Про гашение долга. Гашение долга срок наступал в феврале следующего года. Но по условиям бандов, а если были банды, это не был кредит, это было евробондами, европейская компания, находящаяся в Симбурге. Василий у нас филиал, вернее, дочерняя компания. Если бы мы стали публичными, то Роснана могла конвертировать долг по очень низкой оценке. По дефолтной фактически. И поскольку СПАК сделка подпадала... Это было в условиях вашего соглашения? Да, ну да. Когда мы брали долг пять лет назад, мы не думали, что мы будем публичными за пять лет. И поэтому... Ну а если будем публичными, то оценка какая? Написали ту, которая стояла дефолтной. То есть очень низкой. И когда мы стали делать сделку СПАК, мы поняли, что она юридически подпадает. И поэтому нам нужно было погасить до сделки СПАК долг для того, чтобы не размыться. Это было просто невыгодно всем остальным инвесторам. Ну, Роснана позитивно на это смотрел, потому что Роснану нужен был кэш. Это прекрасная сделка. Они дали 40, получили 65. Кстати, поскольку инвестиции в капитал было 20, то если не обращать внимания на то, во что вкладывались деньги, вошло 60, вышло 65. Понимаете, да? То есть Роснана дала 20 и 40, а получила 65. Но у них еще остается доля, она переоценивается. У них остаются акции, и под текущей оценки они стоят 350 миллионов долларов. И вот это текущая доходность инвестиций. Я думаю, что это фантастическая история для российского рынка. А вы верите, что ваша компания не спикирует так же, как многие после размещения? А это не имеет значения. Почему? Я объясню. Потому что, наверное, оценка в краткосрочном перспективе может спикировать, потому что это происходит не из-за компаний, как правило, и даже не из-за их технологий, и не из-за их успехов, а из-за того, что делают трейдеры на рынке. Но мы совершенно этого не боимся. Почему? Потому что ни мы, ни наши инвесторы никуда не побегут. Первая мысль. Вторая. У компании нет долгов. Чем опасно падение стоимости? Многие большие компании имеют кредиты, где залогами являются их котирующиеся акции. Если падает котировка, то недостаточно залога, происходит марджин колл от банка, и компания может попасть в банковство. Если у вас нет долгов и нет залога ваших акций, вам все равно, сколько вы стоите. Это вопрос инвестора, готовы ждать или нет. Ну хорошо, завтра кто-то купил маленький пакет наш, как-то так зашортил, и мы стали стоить миллиард. Но это ничего не означает. Если мы провели сделку, если у нас есть полмиллиарда наличности, мы просто идем в соответствии со своим планом. Строим завод, подписываем контракты, получаем 100 миллионов EBITDA, и капитализация вернется на 10 миллиардов сразу. Как только у нас будет 100 миллионов EBITDA, мы будем стоить 10 миллиардов. Почему? Потому что мы будем компанией, единственной компанией в мире, производящей материал, без которого нет ни одного электромобиля на планете. Коэффициент 100, это скромно. Мы будем стоить 10-15 миллиардов. В 23 году. И ничто не помешает? Может помешать значительный перенос сроков выпуска электромобилей крупнейшими производителями? Вот если все они пересмотрят планы, все до одного, не кто-то пересмотрит. Потому что в чем смысл нашего положения? Я общался с одним банкиром, американским, он сказал, я понял ваш бизнес. Когда была золотая лихорадка в 19 веке, деньги заработали не те, кто золото нашли, а те, кто продавал тачки и лопаты. Вот мы продаем тачки и лопаты. Нам все равно, какой производитель литилоновых батарей выиграет гонку. Нам все равно, чей электромобиль будет главным на рынке. Чей бы ни был, мы там есть. Поэтому нам не нужно, чтобы осуществились планы всех производителей. Нам нужно, чтобы хотя бы треть планов осуществилась. И тогда наш финансовый план осуществится. Если у всех осуществится, это сказка. А может такое случиться, что вы не сможете производить свои нанотропки? Не может. А может такое случиться, что их запретит регулятор? Производить? Да. Нет, не может. Потому что... А вы знаете, что они попали в список Substitute Now, который ведет шведская одна организация? Да, я знаю. Но есть еще город Тумберг. Но это просто идиоты. Это люди, которые не понимают, что они делают. Но есть, слава богу, по этому поводу законодательства, регуляторы. Для использования этого материала в США нужно получить речи-сертификат. У нас речи-сертификат в США за номером 001 сертификатов публичный и сертификата 002 нет. Это говорит о том, что мы единственные производители. Так вот, даже для испытания новой химической субстанции в США нужно получить сертификат речи. У нас сертификат, разрешающий нам использование бесконечного количества материала в год в США. А в Европейском Союзе это регулируется EPA, прошу прощения, EPA в США речи в Европейском Союзе, я говорил, у нас там сертификат на 100 тонн в год, мы сейчас меняем его на 1000 тонн в год. В рамках получения этого сертификата все эти госрегуляторы за наши деньги провели гигантское количество испытаний в течение 70 лет. Вывод следующий нетоксично кожно, нетоксично пищево, невозможно вдохнуть, нетоксично генетически, невредно для водных организмов при попадании в глаза промыть глаза, иначе будет щипать, как соль. Вот Эдинбургский университет считает иначе. Он считает, что углеродные нанотрубки вызывают проблемы с дыханием и способны спровоцировать такую редкую форму рака, как мезотелиом. Это ложь достоверная. Я это могу сказать совершенно смело, потому что в рамках получения нами ИПИ-сертификата нам предписали пройти тест на респираторное вдыхание трубок и последствия для животных. Этот тест стоил 600 тысяч евро и проводил его соответствующий центр компании БАСФ. В результате года работы БАСФ дал заключение о том, что из нашего продукта невозможно приготовить респираторную фракцию и их невозможно вдохнуть. Знаете, Михаил Притеченский говорит одну фразу и повторю за ним. На трубке известный 30 лет. За 30 лет было гигантское количество спекуляций, публикаций, научных групп, которые пытались доказать их вредность. Потому что безвредность доказать нельзя. А может доказать только вредность? Если вы ее не доказываете, тогда они безвредны. ничего обнаружено не было. Если бы были научные достоверные публикации с такими выводами, как вы зачитали, то РИЧ и ПА агентства приняли бы их во внимание и никогда бы не согласились с выдачей сертификата. Это значит, что научные эксперты этих государственных агентств просматривая тысячи, может быть, сотни тысяч публикаций пришли к выводу, что нет научно обоснованных данных о вреде. У вас такая интересная жизнь. Вы Ельцина помните. Да, я очень старый. Вы при Лебеде, по-моему, работаете. Я был в первую заму. Лебедя. Да. Какую вообще роль в вашей жизни сыграли вот эти связи, знакомства с этими людьми? Александр Иванович Лебедь на меня повлиял очень сильно. В своей жизни мне действительно довелось общаться с многими историческими личностями по российскому масштабу. Лебедь, так же, как Анатоль Борисович Чубайс, дай Бог ему здоровья, в моем восприятии это больше, чем люди. То есть это существа, находящиеся в миссии по поводу судьбы России. Я бы так высокопарно сказал. То есть, когда я общался с Лебедем и когда я общаюсь с Чубайсом только ищу, я понимаю, что я разговариваю не с человеком. Человек там, конечно, есть, он носитель этого, но и Лебедь, и Чубайс, они носители чего-то более важного, чем их персональная жизнь. Это сто процентов. Безусловно. И вот сам факт общения с этими людьми как-то изменил вас. Да, он произвел на меня сильнейшее впечатление и изменил меня, конечно. Вас поменял с мировоззрением, вы стали как-то по-другому смотреть на мир? Я понял, что миссия это не пустое слово. И в этом смысле, если во мне есть щепотка миссианства, в этом смысле миссианство. Она, конечно, от общения с этими людьми. То есть, что-то, что больше вашей личности и больше вашего прямого интереса. Не важно, что это бизнес-интерес, а что-то... То есть, вы должны сделать нечто большее, чем просто быть сытым или богатым. Вот на этом месте логично задать вопрос, а чего вы хотите, к чему вы стремитесь? Исполнить свою миссию на земле. И в чем ваша миссия? Я узнаю, когда она закончится. Вы знаете, легко проверить, продолжается она или нет. Если вы живы, она продолжается. Судя по тому, что я жив, она продолжается. Окей, спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok